Оу, а у нас девятый бой, ребят. Встречаем бойцов до 73-х килограммов. Александр Спицын и Азамат Мусин. Погромче, погромче. Эмоции, эмоции, народ. Ростовский хулиган, который не любит шутить ни в жизни, ни в ринге. Долго соперникам не возится, предпочитая быстро заканчивать свои поединки. Представитель бойцовского клуба «Боевые перчатки» блестяще работают без них. Без них рекорд, три победы, одно поражение. Он выходит на ринг. Александр Донской Спицын. Он привык в боях использовать не только кулаки, но еще и удары ногами и коленями. Прирожденный кикер, который дослужился до мастера международника. Он раскидывал всех на Европе и мире, но теперь убирает лишние предметы со своих рук, забывает про удары ногами и дебютирует в новом направлении кулачки. Азамат Мусин. Бойцы на середину. Парни, внимательно слушайте мои команды после команды «Стоп». Не работаем. Желаю вам удачи в углу. Судья, судья, судья. Первый раунд. Ну что, друзья, мы с вами видели естественное приветствие двух прирожденных кулачников. Лбами поданулись до начала боя. Ну да, у Александра Данской Спицын все-таки проводит уже свой четвертый поединок, а для Азамата Мусина это первый дебют на кулаках. Ну слушай, зато у Азамата какой тренер, я прошу прощения. Номинальный еще бэкграунд в кикбоксинге. Мы помним, как здесь на турнире «Фэрфайт» и «Фэрфайт» и «Фэрфайт». Человек, который огромному количеству людей ставил ударку просто космического уровня, даже не планетарного. Ну и посмотрим сейчас, как сможет Азамат... Ох, хорошо, левый цепанол сбоку. Как Азамат Мусин сможет подстроиться вот к этому новому для себя единоборству. Слышим и слышим, мы, да, там подсказывают из угла Мусину. Ну, Кайрата всегда слышно, он подсказывает. Причем, знаешь, вот я с годами все больше и больше отмечаю, выигрывают только те бойцы, кто его слушает. Кто не слушает, тот обычно проигрывает. Тренера слушает, тот победит, как говорится, вот так. Дерни его, дерни. Хорошо, как раз единочным ударом залетает. Ну, там Спицын. Спицын время от времени меняет стойки и достаточно хорошо внимателен. Скорее всего, будет стараться работать, вот как ты играл, вот в этой манере. Ну да. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, печень! Вот так вот. Шлепок, да, какой был прям? Бам! И все. А, кстати, мне кажется, что это была правая рука, и это была не печень. Смотри, какое там подразнение произошло. А мне кажется, нет печень, но надо повтор пересмотреть. Ну да, конечно, не так, да, да. Это чертся, да. Да. Восстановиться-то времени не будет. Печень восстанавливается с долга. Левый сбоку на выходе зайдет. Левый сбоку на выходе, Яна. Левый сбоку на выходе, подсказывает здесь Мусыну. Так, главное понять на выходе откуда. Ну что, ну что, ну что? Уже ли? Ну, один, один. А я, я, один, сто, гостой. Кайнах ставит, ребята, удар. Езамат это показывает. Поднимается, поднимается. Поднимается, поднимается. Спицын Александр показывает, что готов. Точно готов? Девять, десять. Все? Все. И все, отнимаем. Промнижал туда и ки. Спицын. Да. Вот это да. Все нормально, все черно. Пойдем. Бонус 50 тысяч рублей от Лиги РСС и лично Николая Клименко. Всем спасибо. Итак, рефери остановил бой за секунду до окончания первого раунда. Победу техническим нокаутом одержал Азамат Мусин.